Всероссийская экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» проводится ежегодно с 15 апреля по 5 июня, и Великоустюгский округ активно принимает в ней участие. Основная цель акции – формирование здорового мышления будущих поколений, ответственное отношение к природоохранным технологиям и программам. В рамках «Дней защиты от экологической опасности» проводятся разнообразные природоохранные мероприятия, акции, круглые столы, конкурсы и конференции. По итогам акции в 2022 году Великоустюгский район был признан лучшим в регионе. Всего было проведено более 300 различных мероприятий. Хочу сказать, что мероприятия, которые проводятся в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», они очень важны и охватывают и органы власти, и население, и общественные организации, и волонтеров. И количество участников в 2022 году составило более 29 тысяч человек. Это очень значимая цифра. Особое внимание при проведении экологических акций и конкурсов уделяется подрастающему поколению. Школьники и студенты активно участвуют в субботниках, помогают собирать макулатуру. Экологические отряды и кружки создаются при школах округа. Ярким примером служит экоотряд «Зеленая веточка» в гимназии. С 2020 года участники собирают макулатуру, кормят птиц, участвуют в эко-конкурсах. Работа школьного объединения отмечена дипломами и сертификатами. В настоящее время в большинстве школ нет отдельного предмета экологии. Экологические знания учащиеся получают через смежные предметы, неклассные мероприятия, посещение кружков. Именно поэтому наш созданный экологический отряд несет важную функцию получения экологических знаний, обучающимися воспитания бережного отношения к природе через участие в различных акциях. В акциях и различных экологических мероприятиях активно участвует Центральная библиотечная система, Центр помощи бездомным животным, различные волонтерские организации, представители которых рассказали на встрече об уже проведенных и планируемых мероприятиях. В 2023 году основной упор будет сделан на сборы, переработку вторсырья, макулатуры, проведении субботников и озеленение территории. Степан Корешановский, Телеканал «Русский Север».